после чего после вот этого стряске с администрации путина нодовцы ушли из саммита да да они резко значит покинули сказали что были на их не мир просто перевернулся на 360 градусов потому что действительно это очень серьезно вот но я как бы им в процессе разговора во-первых объяснял плюс регистрации объяснял я объяснял есть минусы это понятно что борьба с на но имеется ввиду вечное противостояние с налоговой игру это конечно очень самая неприятная вещь говорю мы свое время тоже очень сильно от этого страдаем какие-то постоянные там штрафы выписывают постоянные уведомления курю достала говорю надоели очень не могут нормально работать а плюсы огромные плюсы там от бесплатной типографии помещения вплоть до вот как раз вот грантовой заявки кроме того действительно вот очень много чиновники говорили вчера формате петербургского экономического форума что туда допускают только официально аккредитованная организация в соответствии с решением росконгресса обычные местные региональные круглые столы конференция пожалуйста ты можешь сказать что ты представитель нода и у тебя есть статья по поводу того что мы проиграли холодную войну и они просто опубликуют и впишут но заставить там тебя 350 рублей заплатить за издание сборника то налоговый износ а вот чтобы попасть на мероприятие росконгресса да где владимир владимирович путин со своей команды здесь нужно оказывать угрн и на на прочее и вот эти все плюсы и минусы я как бы им объяснил у них конечно они конечно от этого очень сильно офигели сказали да мы не можем с вами спорить потому что до юра вы юридически все грамотно обвестили я говорю хорошо дорогие мои ответьте пожалуйста на второй вопрос пока мы пьем с вами кофе вот например есть руслан в казани со своим говорю каналом с полом экспертов там недавно было у него интервью с известному там американистом который работает очень много в россии который даст рт рашен туды и сима симонян там а в команде вот я говорю проблематика руслана в том плане что нету контакта с вашей стороны в отношении руслана сам же руслан принципе готов имеется ввиду на диалог и на личную встречу депутатом государственной думы а при условии учитывания его интересов на что они мне сказали мы люди абсолютно новенькие но мы в принципе видели наши ролики но а а боимся звонить руслану потому что он вдруг на про нас еще какое-нибудь видео снимет там сделать там через нейросети и в общем сделать нас выставить нас в каком-то непристойном виде и собственно мы боимся потому что он короче говоря в казани вот нам сказали что он там какой-то известный авторитетный человек вот а кто ему это сказал эту чушь но то не как-то я авторитет я обычный гражданин я никакой не авторитет вот в общем стал страх напрямую я говорю вот специально для вас я пишу мобильный телефон человека на конце своей визитки даю пожалуйста звоните эфиры не эфиры диалог говорю пожалуйста конструктивно все вот ну девочка спокс парнем они наотрез оказались достаточно такие в адекватные в том плане что они как это правильно сказать не покор не похоже на пикетчиков они рассуждают очень здравомысленно то есть они когда даже пикет участвовали игры там это не интересно потому что мы как бы работники то есть он работает в налоговой она работает с центральным банком короче говоря вот я что говоря удивился думаю нифига себе можно на простой должности ими на нижней начальники крупные начали не подпустили бы я думаю действительно может быть у них команда там поменялось в организации что приходит совсем вообще незнакомый журналисты с голоса отечества да 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 управляет нургалиев его ли да да при этом что самый интересный официально зарегистрированный роскомнадзором все да 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 они зарегистрировали голос отечества да это бывшие радио но да да под руководством находился у зыкова романа зыкова одного из помощников владимира и евгения еще федорова сейчас я не знаю является он его помощником или нет вот потому что я работал в этой команде так кто-то подзабыл вот еще они там и дальше говорят ну вот в принципе мы остановились на тем что у нас на следующей неделе должен вот будет должна быть на эту тему взаимодействия состоятся как бы совместная встреча но сегодня они мне уже позвонили прям с утра вот собственно сказали что проанализировали с критикой согласны что нет ничего в этом в этих как бы видеозаписях такого что-то плохого потому что по сравнению с тем как говорят другие люди и другие есть аналитики это критика еще очень мягко как они мне объяснили сказали мы встречали критику гораздо очень сильно жесткую там вплоть до оспаривания каких-то вот этих вот норм когда квалифицированные юристы говорят там насчет сбора подписей там и юридическую силу и так далее короче и в общем сегодня они значит грубо говоря попросили также в этом видеоролике как это правильно сказать выдвинуть но не то что по свои требования наверное свои хотелки что в принципе у руслана михайлова в приоритетном задаче если вдруг состоится встреча с евгением алексеевичем федором тет на тет или допустим формате видео skype через интернет или формате например тех же самых дебатов вот в принципе